Здравствуйте! В студии Алексей Применин. Вместе с коллегами я расскажу о новостях к этому часу и вначале кратко о темах. В Архангельске поздравляют ветеранов с наступающим праздником Победы. Узнаем историю Феликса Георгиевича Терехова. Игроки водника после небольшого отдыха вновь вышли на лёд. Как готовятся хоккеисты к предстоящему сезону? Данила Дрокин из Архангельска победил в первенстве России по тайскому боксу. Расскажем о пути спортсмена к заветному результату. В Архангельске поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником Победы. Феликсу Георгиевичу Терехову 96 лет. Гостей он встречает с радостью, воодушевлённо делится воспоминаниями и рассказывает о секретах долголетия. Феликса Георгиевича призвали в армию в 17 лет. Он долгое время служил в пехоте, после войны переехал на север и работал радистом на флоте. В военные годы вспоминает часто с большим уважением к товарищам и командирам. Своё 9 мая 1945 года ветеран помнит отчётливо. Его он встретил на Дальнем Востоке. И вдруг, ну тогда же телефон, связь какая была, и вдруг какой-то гонец, откуда он появился. Вся территория, ну метров сто, вот на протяжении ста метров мы всё окопы роем. И вот объявляли, там командир объявил, война окончилась. В свои 96 лет он сам занимается бытовыми делами. От помощи отказывается, ходит в магазины на почту. Каждое утро Феликса Георгиевича начинается с зарядки. Своим секретом долголетия он считает кофе хороших сортов. Три-четыре чашки в день помогают сохранить бодрость и здоровье. Поздравление перед наступающим праздником ветеран принимает с большим удовольствием. По поручению губернатора нашей области Александра Итальевича Цибульского, безусловно, от себя лично, от правительства региона, хочу поздравить вас с наступающим праздником, днём нашей Великой Победы. Вы, как участник, безусловно, заслуживаете этого внимания нашего. И, конечно, я в этот день хочу пожелать вам, прежде всего, крепкого-крепкого здоровья. 9 мая, как и каждый год, Феликс Георгиевич обязательно придёт к вечному огню. Ведь в его зареве будто отражаются картины из прошлого, напоминая о боевых товарищах и о свете радости, принесённой Великой Победой. Виктория Воронцова, Вероника Смолякова, Александр Ярков, «Регион-29». А теперь новости спорта. Игроки «Водника» после небольшого отдыха вновь вышли на лёд. Сборы продлятся до 20 мая. О физической подготовке хоккеистов и планах на предстоящий сезон расскажет Аким Самедов. В новый сезон с новым тренером, но с неизменным настроем, завоевать золото предстоящего чемпионата. Жёлто-зелёные после небольшого перерыва вновь встали на лёд. Впереди у них две недели сборов, главная цель которых – совершенствовать технику игры. Мы на утреннем занятии занимались специально в танкобежной подготовке. Также у нас будут занятия на льду, где будет в основном всё посвящено техническим навыкам, индивидуальным игрокам. И плюс небольшие силовые тренировки. Занятие показало, что ребята находятся в отличной форме. И это радует. Напомним, Иван Максимов официально возглавил водник 21 апреля этого года. В прошлом сезоне мастер спорта работал главным тренером Акбарс Динамо. Под его руководством казанская команда вышла в плей-офф Суперлиги и Кубка России. Главная задача нового тренера – привести водник к золотым медалям в новом сезоне. Почти никаких изменений в плане физической подготовки у нас не последовало. А так, с тренером. Ну, некоторые пересекались на сборах сборной России, так что мы с ним хорошо знакомы и готовы к работе. Предстоящий чемпионат России по хоккею с мячом станет 32-м сезоном Суперлиги. Он начнется в ноябре 2023 года и завершится в конце февраля 2024-го. А серии матчей плей-офф пройдут в марте. Аким Самедов, Виктория Воронцова, Дарья Евграфова, Регион 29. Данила Дрокин из Архангельска победил в первенстве России по тайскому боксу. Он стал лучшим среди юношей 12-13 лет. О пути спортсмена к победе расскажет Дарья Евграфова. В Архангельск впервые привезли золото первенства России по тайскому боксу. Этот вид спорта для области еще новый. Но на Поморской земле уже растут будущие звезды. Данила Дрокин пришел в тайский бокс три года назад из баскетбола. Даня пришел в 2020 году, как раз зимой. Потом началась пандемия. Ему еще было 10 лет. Особых каких-то талантов у него не выявлялось. Но сразу было замечено, что он трудоголик. То есть он не отдает позиции, он идет вперед. В коем случае не сдается. С начала и до конца терпит в бою, дышит и идет вперед. На первенстве России конкуренцию Дании составили лучшие спортсмены со всей страны. Но у них не было шансов. Боксер из Архангельска удивил соперников высокой скоростью и напором. Победа в первенстве дает ему уверенность в своих силах. Молодой человек строит большие планы на будущее. В продолжении я хочу выиграть мир, получить мастера спорта и заняться спортом, проводить тренировки, стать тренером. Спортсмены и тренеры признаются. Самое главное не медали, а красивый бой. Техничный, уверенный, с уважением к сопернику и знанием тактики. Именно так выступил Данила на первенстве России. Кстати, это его дебют на всероссийских стартах и начало профессиональной спортивной карьеры. Сейчас он настроен на продолжительные тренировки и подготовку к ближайшим стартам. Дарья Евграфова, Вероника Смолякова, Александр Ярков. Регион 29. На этом пока все. В 19 ровно моя коллега Дарья Павленко подведет итоги дня. Не пропустите. Светлана теперь точно знает. Есть парк в центре города. Сергей Витальевич захотел новую площадь. Получил. А Мария Иванова нашептала нам, что детская площадка... Моих рук дел. Повлиять на благоустройство своего города может каждый. Выбирайте проект и голосуйте за его реализацию на сайте загородсреда.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Т.Горелова